Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео про уборку и порядок в детской комнате. Так как детская комната это, наверное, самое частое место для беспорядка, то мне бы очень хотелось этим видео смотивировать вас на уборку. Приятного просмотра! Как обычно, я в начале видео покажу вам, в каком состоянии сейчас находится детская комната. После переезда я как-то порядком в детской комнате не занималась. Просто разгрузили игрушки и все. Единственное, я, конечно, разобрала детские вещи в шкафу, у них теперь порядок. Осталось разобраться со всем остальным. Начинаю уборку с дальнего угла, это окно и подоконник. Освобождаю полностью подоконник, убираю книги и тетради, которые там находятся, и буду мыть окно. Как ни странно, окно оказалось чистым. Я думала, мыть его или нет. Все равно весной я обычно промываю все окна, но в итоге решила помыть окно с внутренней стороны от пыли, чтобы в комнате было посвежее. Подоконник я мою содой. Для меня сода это вообще такая универсальная вещь, которая вымывает просто все, не хуже остальных средств. Так что, девочки, можно купить обычную даже пищевую соду в магазине. Она там стоит копейки, и заменит она любое чистящее средство. Я не брала с собой в комнату никакие дозаторы. Мне было удобнее взять просто ведро с водой. В воду я добавила уксус, и этим раствором я протирала все поверхности. Конечно, воду я периодически меняла в течение всей уборки, и тряпку промывала. Все, подоконник я помыла. Теперь расставляю все книги назад. Кто не знает, эту квартиру мы снимаем, и здесь не было никаких полок или стеллажей для книг. И мы переезжали без мебели, поэтому пока что книги у нас аккуратно лежат на подоконнике. Я хочу сейчас Димину кровать перенести в правую сторону, чтобы это была его зона с его игрушками. А с левой стороны это будет зона Миланы, там с ее кукольными домиками и кухнями. Единственное, что у Миланы пока нет в своей кровати. Мы еще не успели ее приобрести, но я думаю, скоро приобретем, и она встанет у стенки с левой стороны. А пока что Милана спит у нас в зале на диване. Перед тем, как передвигать кровать, я подметаю и мою пол именно в том месте, где будет кровать. Мне так удобнее делать уборку, так сказать, кусочками. Подметаю оставшийся мусор под кроватью и тоже промываю там пол. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы делать у себя дома перестановку. Я вот, например, очень люблю перестановки, комната не успевает надоесть, обстановка меняется, и комната вообще выглядит как новая. Я решила, пока кровати Миланины нет, положить на пол мягкие пазлы. Это будет своего рода игровая зона для нее. Мягких пазлов у нас очень много, но они не все между собой цепляются, потому что это 4 разных набора. Мы в свое время закупились пазлами для нашего детского канала. Кому интересно будет заглянуть на наш детский канал, я оставлю ссылочку в описании. Ну, вот такой вот яркий коврик у меня получился. Сейчас расставлю на нем все Миланины игрушки. Когда расставила игрушки, решила выложить еще одну полоску пазлов. Так смотрится получше. Теперь приступаю организовывать игровую зону для Димки. Убираю все лишнее, чтобы было удобно помыть пол. И я также решила выложить у него пазлы. Сначала выложила пазлы с цифрами, но поняла, что коврик получился маловат, поэтому убираю его и достаю из шкафа другой набор с пазлами, которые будут побольше. Эти пазлы у нас английским алфавитом. Не стала я его раскладывать по порядку. Вот как было сложено у нас, так и выложила. Все равно сверху будут игрушки и не будет заметно по порядку там алфавит разложен или нет. Переношу на коврик паркинг. Он оказался очень пыльный. Я вообще не люблю его вытирать. Он очень неудобный для этого. Прям не паркинг, а пылесборник какой-то. Но Диме он очень нравится. Он в него играет, поэтому приходится как-то мириться и периодически его вытирать. Продолжение следует... Убираю некоторые игрушки в шкаф. Вообще у нас игрушки разделены на две части. Основная часть, в которую дети играют каждый день, находится в шкафу. А вторая часть игрушек у нас находится в кладовке. Это игрушки предназначенные для съемок. Дети в них играют редко, но если попросят, то мы им даем. Во время уборки многие игрушки я промывала в ванне под душем, так как тряпкой было неудобно вытирать из-за каких-то мелких деталей. Но не стала я снимать все игрушки, которые мыла. Вот сняла только тележку. Она у нас была самая грязная, потому что дети с ней катались на улице. Разбираю оставшиеся игрушки, освобождаю потихонечку пол, чтобы можно было его помыть. Продолжение следует... И приступаю к детской кухне. Нужно вытереть со всех полочек и посуды пыль и разложить все на свои места. В принципе, в кухне был порядок, так как дети перед переездом перебирали все свои игрушки, от лишнего избавлялись. В этом-то и вся прелесть переезда. Не получается захламиться, так сказать. Вообще, я приучаю своих детей не копить ненужное. Если игрушки сломаны, или они в них не играют, не подходят уже для возраста, то мы их или отдаем, или выбрасываем. Поэтому у нас не получается зарасти целой кучей игрушек. Не приходится делать как такового расхламления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я буду вытирать меланин кукольный домик. Вытираю я его всегда сухой тряпкой. Пробовала как-то вытирать влажной. Мне не понравилась, грязь как будто размазывалась. Поэтому вытираю сухой. Сухая отлично убирает пыль. Посмотрите на эту милую кроватку. Подушечка, одеялко, все как настоящее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый этаж домика освобождаю от игрушек. Протираю внутри пыль. И потом протираю каждую игрушку и расставляю на свои места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень нравится этот домик. Мы дарили меланке его на день рождения, когда ей было 5 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отодвигаю кухню и домик, мою пол за ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отодвигаю тоже комод и протираю его от пыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уборка моя почти закончилась. Осталось помыть пол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поправляю Димкину кровать. Не стала менять постель, так как недавно меняла уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последнее, что я делаю, это протираю зеркальный шкаф средством для окон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в конце я прохожусь специальной тряпкой из бамбукового волокна. Оно очень хорошо убирает следы от каких-то разводов после мытья окон. Вот так сейчас выглядит детская комната. Стала свежо и приятно. После съемки дети забежали в комнату счастливые, увидели свою комнату убранной. Надеюсь, моим детям этого порядка хватит хотя бы на пару дней. А вас, я надеюсь, я смотивировала на уборку и хорошее настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова